Он стал дальнейшим полуразощарованием и вряд ли уже сможет что-нибудь изменить. Он уже даже техническими аспектами начинает работать, что во время и время может все-таки поздновато. Нет у него больше перерывов, об этом он сигнализировал второй арбитр. Видели мы нашего доктора Федорова, но обошелся он сегодня без работы и слава богу. Свою работу он сделал до того и сделал качественно, у школи Акулова вновь на площадке побывала, так что большая его в этом заслуга, что сейчас выиграла перуанка. Этот эпизод, все-таки последний коснулся нашего волейболиста. Виноватая улыбка Шершенина, свидетельство о том, что так, наверное, оно и есть. Она в этом не участвовала, но видела хорошо. Чихуан, может, здорово разобралась. Замова хорошая атака. Может быть, не так сильно, как может, но точно в незащищенное место уложил и мяч 21-13. Замова хорошая атака. Затем выиграли оставшиеся две партии, но трудом. 23-27-25, соответственно, в двух сетах. То есть было непросто. Любовь Соколова была самая результативная. 20 очков, у Гогины было 19. Ну, соперничь отличилась от игрок Чихуан. Также 20 очков она набрала. Ну, помощи особо ей не было от партнерш. Вот максимум по 8 очков, кроме нее, набирали. Это Мои и Сота. Две до игроки. Те, в общем-то, кто должен быть всегда результативнее центрального. Но, по-моему, Чихуан на любой вкус атакует. И задней линии, и первым темпом. То есть чисто ее определить только по блоку. Если назвать ее центральной блокирующей, можно так. Сейчас он заднюю линию атакует. Повезло, что трос загасил удар. У нас Гамова. Горец и Перуанка, как будто это очко может быть исход поединка решить. Куликова. Горо. Нашла лазейку в блоке. 24-14. Матч гола сборной России. Выиграет Елена Кельдебекова 15-е очко. Ну, в общем, никого на этом не расстроила. Себя порадовала. Сейчас будет водить мяч в игру. Прием Бурдакова. И достаточно качественный. Куликова. Ну и все. Собственно, на этом все. 25-15 сборной России выигрывает. Третий сет. Он на весь матч затратил час-десять минут со всеми перерывами. Если вычесть, то, наверное, и меньше часа. Чисто выигрывал во время. Такая волейбольная классика. Раньше, как говорили, за час душем. Ну, душ еще предстоит. Ну, и, в общем, наверное, в хорошем эстрине наше отправляются на чемпионат мира. Немножко и нам стало полегче от увиденного. Ну, а мы на этом будем заканчивать репортаж. С вами был комментатор Владимир Синсков. Всего доброго. Ну, и встретимся на финале, безусловно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok